Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Павел, я нахожусь здесь на реабилитации в городе Томске, ну в этой же церкви. Сам я родом с Казахстана, но с 98-го года я живу в Томске, так как мои родители живут здесь, я приехал, здесь я остался, привез свою семью. Ну как всегда, обычно ничего не получилось создать семью. Ну семью-то создал, а жить там не жил, просто находился временно, так как периодически находился в лагерях. Ну в 93-м году я начал ездить сюда в город Томск, Казахстан, ну периодически студенческий город, ну находясь здесь, думаю, буду приезжать, тут молодежь, думаю, можно как-то подзаработать. Студенческий как-никак город, ну о Боге знал немножко. У меня была бабушка, прабабушка, здесь верующая в городе Томске, ну они приходили в эту же церковь, тоже здесь, в этой церкви, сейчас они умерли. Ну тут, кто-то в возрасте, кто-то знает, вот была такая Долголева, Вера Григорьевна и бабушка, то есть они тут были. То есть, да, первый раз я услышал о Боге, в 93-м году, моя прабабушка мне все говорила, там есть Бог, есть Бог, то есть, да, ну я верил, что есть Бог, ну не понимал, думаю, как может быть, ну Бог есть. Ну и где он, то есть, так, ну думаю. Ну, приходил в церковь так, для успокоения своих родителей, ну, тем не менее, моя бабушка настаивала, чтобы я читал молитву от Чинаш, то есть она научила меня. Да, я читал молитву от Чинаш, ну то есть занимался своими делами. Ну, в 93-м году, находясь, да, приезжал я сюда в эту церковь еще в 90-е годы, когда тут еще был маленький домик, то есть такого не было большого помещения. Служения проходили вон там, как полдома, вон там, где у нас кухня, то есть было несколько комнаток, собирались все все. Ну, я уехал в Кемерово с приятелем, то есть получилось так, что, да, занимался раньше воровством, кражами, то есть так, как-то, ну, свой образ жизни у меня был не такой, как на данный момент. В 93-м году я попал на малолетку, вот сидел, оттуда же освободился. Ну, и как-то жизнь моя, ну, то есть я понял, то, что, ну, я молодой, то есть у меня еще жизнь впереди, думаю, к Богу, думаю, всегда успею прийти, то есть думаю, надо, то есть еще погулять, нагуляться. Уехал в Казахстан, приехал в Казахстан тоже, помучил всех, ну, познакомился с девушкой, то есть с моей женой, которая сейчас на данный момент у меня, то есть в 95-м году я с ней познакомился и сразу же сел. Ну, ну, что, практически за 15 лет, находясь со своей женой, то есть, ну, как мы друг друга 15 лет уже вместе, я, честно сказать, я не помню, когда я был вместе, то есть я или сидел, или где-нибудь был там, ну, то есть практически я жену свою не видел, родителей я не видел, так, находясь. Одним словом, жизнь меня мотала, 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 так что были такие, создавались ситуации, что я уже не знал, что делать. Ну, думаю, в очередной раз меня опять закрывают, и я прихожу, думаю, сижу, думаю, сколько можно сидеть, думаю, сижу в этом боксике на перед судом и говорю, Господи, помоги мне, говорю, если это можно будет, чтобы меня, ну, отпустили, я больше не буду воровать, ничего делать. Да, да, Бог являл милость, меня отпускали, ну, я думаю, ну, нормально, думаю, опять мне пролезло, думаю, все, и опять дальше занимался теми всякими делами. То есть жизнь моя так катилась, я прям не знаю. В один прекрасный момент, да, ну, после очередной отсидки я, ну, встретил братьев, ну, то есть церкви прославления, то есть они говорят, ну, давай к нам в центр, говорит, что, хватит, что ты уже, сколько можешь там, жизнь-то идет твоя. Ну, я что думаю, ну, и родители наставить, я думаю, ну, думаю, что, в больнице лежал уже раз, в 10, наверное, лежал в больнице, перекумаривал, там, что-то пытался, там. То есть я находился во всех двух больницах, в которых можно было, какие-то только терапии, там, и Гаука, они там, что только мне не делали, кроме, хотела у меня мама отправить, говорит, Мне тебя, говорит, отправили, говорит, в Бишкек, говорит, в подвал, там, говорит, подземелье есть, говорит, и только там не было, говорит, может быть, там тебя излечат. То есть я туда не попал, просто попал в тюрьму. Все, я прошел реабилитацию, ну, в Тайге, ой, в Тайге, в этом, Васино, прошел реабилитацию, ну, вышел оттуда, ну, я туда просто, как пошел на эту реабилитацию, думаю, как в больницу, думаю, что, пойду. Ну, желание было не такое, чтобы там идти за Богом, там было преследуемую виду, там что, родители машину купят, буду ездить, то есть вид будет нормально, то есть все будет хорошо. Ну и в жизни моей так получалось очень много, то что на данный момент, на данный момент создавались такие ситуации. То есть, да, находясь в лагере, вот последний срок я когда освободился, вот три года назад, здесь сидел на семнадцатом, приходили туда, ну, с этой же церкви приходили сестры, там, то есть проповедовали, там, говорили, там, на служении, да, я периодически туда ходил, то есть мне, ну, как сказать, я понимал, что Бог есть, но я как-то, ну, не понимал, что это может быть, как Бог, то есть, если мне кто-то что-то помогал, я-то думал, что это мои способности, мои силы, то есть, то есть, как-то я к этому подходил, все, ну, то есть, обещал много раз, обещал, то есть, кому я только не обещал, что я только не делал, то есть, да, то есть, как только немножко отпускает, то есть, все. Ну и в один прекрасный момент, то есть, была такая ситуация, у меня, да, еду я на машине, ну, я остановился на рынке, пришлось там мне кое-что украсть, украл я, за мной погоня, убег, догоняет меня, я убежал, там, попал в Аллаху, там, сбил машину, убежал, заезжая во двор и говорит, Господь, ну, последний раз вот я украл, последний раз нарушил, говорю, все, я больше не буду этим заниматься, помоги мне только, и все, я больше ничего не буду делать. Буквально вечером у меня решилось, и все вопросы, то есть, у меня так все хорошо стало, то есть, ничего, там все, деньги рассчитался, тут мне не надо, это самое, ну, думаю, все, три дня пробыл, все, и опять у меня, опять начинается. Ну, думаю, что делать уже, ну, с утра просыпаюсь, постоянно утром просыпаюсь, думаю, как говорится, домой приезжаю вечером, то есть, ну, наркотическому напьянению, то есть, чувствую себя нормально, думаю, ну, что это самое, все там, всем обещаю, там, сюда в центр прихожу с Сергеем, говорю, Сергей, все, я готов. Сергей говорит, ну, видно по тебе, готов, она же, глаза закрываются, говорит, ну, то есть, меня никуда не брали, тут как-то смотрели на меня, потому что знали мой образ жизни, то есть, как я, ну, был. Я уже не знал, что делать, то есть, я, ну, то есть, допускал такие вещи, то есть, ну, где-то, если бы коснулось, где-то заработать деньги такие, что, может, было бы кого-нибудь даже убить, я бы, например, на это пошел. То есть, у меня брат работает, там, в охране, то есть, пока брата нет, я там ключи подберу, открою сейф, там, там, оружие посмотрю, там, думаю, думаю, ну, сейчас, думаю, где-нибудь момент только попадется, думаю, возьму, пойду, там, кого-нибудь, может, убью, там, если надо будет. То есть, я готов на все только буду, ради наркотиков, я не думал, что такое, как, просто, не знал, то есть, меня так, так закрутило во всем этом, все, все обещаю, всем обещаю, Богу обещаю, в церковь прихожу, на 10 минут приду, посижу здесь, в церкви меня все увидят, что я здесь, то есть, создавал такую видимость, то есть, ну, как-то, все. И получилось, как вот в этом году, буквально в начале года, перед Пасхой, тоже, ну, пришел в церковь, тут что-то как-то, ну, помолились, то есть, опять, как всегда, создавал видимость. Ну, и все, живу я здесь сейчас на Каштаке, мне 36 лет, сейчас, на данный момент, у меня есть жена, ребенку моему, вот, 13 лет. И мы, жена мне говорит, ну, говорит, это сам, мама, говорит, надо, говорит, воды привезти, говорит, что-то, говорит, воды дома нету, говорит, ну, говорит, чистый четверг, говорит, перед Пасхой, говорит, а воды нету, ты это самое, воды привези, говорит. Говорит, ну я что, был пьяный, сажусь за руль, поехал, еще жену с собой взял, поехали в Сосновый Бор, получил на машине еще поездить, еще выпил, ну и все, и еду обратно. Я только пришел в себя, когда на каштаке мне говорят, гаишники, говорит, разбудили меня, говорит, распишись, говорит, я думаю, что распишись, где распишись, говорит. Ну и мне жена говорит, ты что, не помнишь, что ли, я говорю, а что мне помнишь, говорит, так мы, говорит, в аварию попали. Я говорю, не знаю, ну ладно, думаю. Узнаю потом, как получилось, утром я поехал на это самое, забирать машину, смотрю, у меня машина вообще вся разбита, то есть там нету живого места, ну и мне говорят, у нас было столкновение с КамАЗом, то есть лобовое столкновение, то есть машина вмятина, не в остановлении, не подлежит, то есть реально я думаю, ну как так может быть. Все удивлялись, как я остался живой, жена осталась живая, то есть я не знал, думаю. Просто я понял, я понял после того, что, ну, Бог дает мне, то есть такую возможность дал, то есть дал мне жизнь, то есть я нужен ему, то есть на ногах, на руках, чтобы я мог ходить. Да, я мог быть инвалидом, мог быть, ну то есть я, значит, нужен в здравости, в хождении, то есть есть какие-то планы на меня, меня это подбадривает. Как-то мысли такие, то есть есть у меня, ну, да, находясь, пришел я сюда в центр, да, я полторы недели собирался сюда, приходил, с дома выхожу вроде, думаю, ну сейчас пойду, поеду сначала, уколюсь или выпью там, проезжаю сюда, ну то есть такую, как-то так у меня получалось в моей жизни. Все, потом все-таки я пришел, меня взяли сюда на реабилитацию, пробыл я тут два дня, просыпаюсь с утром, а в кармане мелочи, у меня еще где-то осталось в куртке, я забыл отдать, и мелочи, и такую мысль, думаю, ну что, думаю, мелочи, думаю, так плохо себя чувствую, пойду, думаю, выпью немного, что ли. Ну, ушел я с этой реабилитации, то есть два дня пробыл, прихожу домой, мне мамка говорит, а что ты пришел-то? Я говорю, ну как, что, домой пришел, все уже, она такая, что, все, уже все нормально, я говорю, да. Ну, и что, что ты будешь делать, я говорю, ну что, ну у меня мысль была такая, думаю, надо отойти, просто пару дней бы отлежаться, там уже самостоять, она мне говорит, не знаю, давай, вон вещи, собираешь, сумку мне кинул, собираешь, давай, иди отсюда с дома. Я думаю, вот так, как так, думаю, с дома уходи, и все. Ну, теперь я понимаю, если бы она меня, например, не выгнала бы с дома, не выгнала бы с дома, я бы дня три бы полежал бы, отошел бы, как говорится бы, пошел бы, ну, здесь не знаю, где бы сейчас я был, был бы я ли живой или нет. С моей компанией, с которой я, ну, занимался делами, воровством, то есть, всем этим делами, то есть, не осталось никого, у нас было шесть человек, из шести человек, то есть, один остался инвалид, вот и я, остальные все умерли от наркотиков. То есть, сейчас нету никого, ни живого, ничего, то есть, вот так вот в жизни получаю, получилось как-то, ну, находясь здесь на реабилитации, думаю, ну, как начать, думаю, ну, все, думаю, у меня идут. Думаю, еще направили на стройку, строить дом вот этот, я думаю, ну, думаю, реабилитация, думаю, ну, думаю, в жизни, думаю, надо что-то, какую-то помощь сделать, думаю, построить церковь, думаю, построим этот дом, помогу, думаю, крышу перекроем и все, и думаю, уйду с центра, думаю, хоть что-то же сделал уже. Ну, и со временем Бог, то есть, мои мысли поменял, как-то моя жизнь стала по-другому, да, достроили дом, то есть, у меня, ну, я не получу в этом успокоения, думаю, надо идти дальше, то есть, идти дальше, идти дальше, идти дальше, потому что, Я самостоятельно понимаю, да, но разговора нет, меня тут никто не держит, я могу уйти, куда-то пойти. Я пришел сюда, хочу уйти отсюда, чтобы мне было благословение, чтобы с Богом пойти. В самостоятельности я не могу идти. Да, я готовлюсь к выходу с реабилитации. На данный момент сейчас Бог в моей жизни отвечает на мои молитвы, в работу. То есть мне Бог дал работу, я сейчас работаю, то есть от центра. То есть моя мама покаялась, то есть пришла в церковь, то есть да, она, то есть жена у меня, которая всегда была противницей, которая говорила мне то, что вы тут танцуете там, что-то это, деньги собираете непонятно куда. Ну то есть такая она у меня всегда. Сейчас мысли поменялись, жизнь совсем стала другая у них, у меня, то есть слава Богу. Да, я тоже покаялся, конечно, соответственно, жена покаялась. Ну то есть я молитвы прошу, там бывает, там молитвы, влечь в личных молитвах, прошу, то есть за работу там, то есть за все, то есть чтобы Бог там начальству благословил, чтобы там братьям с финансами больше, то есть было. И главное помолился такой, ну думаю, что, думаю, зарплата 15 тысяч платит, думаю, ну что-то маловато, думаю, надо еще что-то. И буквально приходит, на стойший день я на работу прихожу, мне говорят, что ты еще хочешь подрабатывать прямо здесь, то есть во время работы, ну еще две тысячи сверху получать. Я говорю, ну конечно, то есть как-то у меня оно все идет, идет и потихоньку. Ну реально я понимаю, что я сейчас, ну когда пришел, не то что пришел сюда перекумарить, там что-то родители, чтобы меня, то есть я пришел найти Бога, и с Богом идти, и получить от церкви благословение, и с Богом жить, и я что-то чувствую и вижу в своей жизни изменения. И благодарю всех, кто мне тут помогал. Слава Богу.